Сейчас мы расскажем о том, как создавались некоторые из кадров и какая у них история, предыстория и то, чего вы не знаете. Поэтому с этого момента вы не сможете смотреть на комикс так, как прежде. Пристегнитесь, мы начинаем. Кадр за кадром Мраглин, задувающий торт и надпись «Счастливого конца света». Да, это такая открывающаяся тема, или как это называется в сериалах обычно, когда появляется надпись на экране. И мы решили, что это будет такой момент, который заканчивает наше вступление в тизер. И будет отсюда начинаться история. Мы подумали, что это будет чем-то необычным и забавным, то, что он написал название и сделал это из, скажем так, свечей на торте и написал пальцем. Для нас сначала оно такое мрачное, оно как бы разделено от следующей более веселой части. И, мне кажется, оно было где-то вдохновлено сверхъестественным. В серии по Санта-Клаусу. Где мы рассказываем о чем-то таком мрачном, необычном. Мистическом. Знакомим вас с миром счастливых концов света. И оно заканчивается именно на этом кадре. Кстати, мне нравится, что этот кадр у Игоря получился необычным. Здесь мраглин, исполнен по-новому, если вы обратите внимание. И это по той причине, что эта страница была нарисована не сразу после прошлой. То есть прошел значительный промежуток времени. И тут можно заметить, что рисование Игоря значительно улучшилось. И мне это не нравится. Не пропусти следующие концы света. Подписывайся на нас там, где удобно тебе. Все полезные ссылки мы оставили под этим видео. Игорь Негода. Игорь Негода.